Тема, подсказанная нашими телезрителями, порядок во дворах и подъездах, а точнее капитальный ремонт, о котором между жильцами и коммунальщиками нередко возникают споры. Кто все-таки должен отвечать за капремонт подъездов и дворов, сегодня в рубрике «Правила жизни» расскажет Илья Дерюшев. Здесь все течет на пропалую. Оторванные раковины, отпавшая штукатурка и рухнувший потолок. Так в общежитии на Косарево выглядит душевая. По словам Юлии, такой порядок здесь навели коммунальщики, когда делали капитальный ремонт. После него, жалуются жильцы, стало только хуже. За что это я должна их платить? За какие такие? Где он тут? Кто мне его накапиталил? Ладно у нас в комнате, что не течет. А у людей-то ведь с потолков дома течет. В местной управляющей компании о недовольствах жильцов знают и уверяют. Правда не на их стороне. Я сам лично принимал участие в приемке. Это было бюджетное финансирование. Там порядка 200 тысяч рублей. Комиссия все приняла. Через год была проверка контрольно-резидентного управления. И у меня волосы дыбом стали. До какого состояния собственники довели свои места общего пользования. Там все убито. Коммунальщики даже готовы снова взяться за ремонт. Но на этот раз его должны будут оплатить сами жильцы. Деньги снимут со счета дома. На реконструкцию собственники квартир ежемесячно отчисляют по 5 рублей за каждый метр. Собственники должны большинством голосов, двумя третями, определить сначала, для начала, что они хотят ремонтировать. Управляющая компания обсчитывает эти работы. Смотрим, сколько средств на расчетном счете дома. И выносим на голосование. Вносим. Если согласие в товарищах есть, этот дом входит в капремонт будущего года. И капремонт производится. То же самое и с придомовой территорией. Про ее двор жалуется Аня. Управляющая компания почему-то забыла. Говорит, ее мама неоднократно относила туда заявление. Уже больше пяти лет жители дома на Грибоедово просят поменять детские качели и шведскую стенку. Или хотя бы убрать их с площадки. Вот эти вот шевелятся. Они могут в любой момент выпасть. И дети упадут? Да. Если здоровью детей грозит опасность, специалисты советуют написать заявление в аппарат уполномоченного по правам ребенка. А копию документа отправить в прокуратуру. В том случае, если работа выполнена некачественно, уже здесь либо управляющая команда, да и сами жители имеют право обратиться в правоохранительные органы. О том, что подрядчик, получив средства, выполнил работу ненадлежащего качества, не в полном объеме. А вот Светлана дожидаться капитальной реконструкции не стала. Сделала ремонт сама. Шея из старой водопроводной трубы. Черепаха из покрышки и ручной аист из строительной пены. Возле своего дома женщина устроила зоопарк и разбила оранжерею. Сейчас поглядеть на шедевр ландшафтного дизайна приходят люди из соседних домов. Илья Дерюшев, Геннадий Бахарев, новости 41 канала.